Привет всем, друзья! Всем привет! Сегодня мы наконец-то в очередной раз с Элой запишем для вас видео, может быть даже не одно, и надеемся, что в этот раз никакими фантастическими силами оно никуда не денется. Очень надеемся на это. Я думаю, что скажу пару слов о Элле. Элла замечательный человек, спортсмен, всю жизнь в спорте, мне всегда приятно с ней пообщаться, не только потому, что она красивая девушка, но и потому, что она еще и очень умная и опытная спортсменка, с ней всегда есть о чем поговорить. А у нас в преддверии праздников очень много вопросов. Я думаю, что Элле приходит их еще больше, чем мне. Как не обжираться, как сохранить настрой, как себя материровать, чтобы не очень много бухать, даже если выпивать, и можно ли выпивать, узнаем, выпивает ли Элла. И как тренироваться. От себя скажу в преддверии, что для всех лентяев, для всех тех, кто не хочет или ищет каких-то понедельников 1-го числа или Нового года, судьба, друзья, свела так, что в 2018 год никуда вам не денется. Понедельник, 1-е число, Новый год. Так что готовьтесь, держитесь и придумывайте новые отмазки. Я начну с первого вопроса. Наверное, интересует это в первую очередь всех. Все-таки наш человек любит отметить праздники какими-нибудь крепкими или не очень, или очень напитками. Что ты думаешь по этому поводу? И выпиваешь, позволяешь это ты себе? И сейчас, пила ли ты раньше? Расскажи нам вообще об этом. Выпила, это, конечно, сильно сказано. Пью я много, но воды. Да, бывает такое дело, бывают праздники, я не чужда. Могу позволить себе шампанского, могу позволить себе красного вина, могу даже позволить себе иногда берегов. Но, что нужно знать, ко мне очень часто обращаются к этому вопросу, мы говорят, ну как же быть, скажу сразу, что весь алкоголь без исключения содержит в себе много сахара. Это калорийный продукт, и продукт, который не дает нам ничего полезного, но добавляет пустые калории. Даже сухое вино. Любое вино, шампанское, самое, что ни на есть, даже за тысячу долларов, за тысячу евро, это неважно. Это алкоголь, и он имеет в себе пустые калории. В нем всегда есть сахара. Чем сильнее, скажем так, чем суше вино, тем больше сахара в нем. Да ладно, я думал, наоборот. Молодое вино имеет практически такое же, просто это крепленые длины, и поэтому в них очень много сахара. Очень важный аспект. Если вы планируете встречать с бокалом шампанского, бокалом вина, с чем угодно, неважно, запомните такое правило. Один бокал или одна рюмка, в следующем должна идти вода. Вы должны всегда чередовать, потому что кроме того, что в алкоголе есть сахара, он еще очень-очень сушит организм. И вы будете обезвожены, и по этой самой причине на следующее утро у многих возникает ощущение, как это называется по-русски, похмелья. Извини, перебью еще, кстати, вы часто спрашиваете, чем вот отличаются американцы от русских. Так вот, американцы практически все, даже если пьют пиво, у них стоит стакан воды. Практически у всех. Это очень-очень важно. И возьмите вообще себе как правило. Если вы что-то выпиваете, то следующий ваш напиток должен быть вода. Не вода, гопированная с сахаром, а именно простая вода. Потому что сейчас вы скажете, ой, она сказала вода, а здесь написано вода, а все остальное это какая-то... Стоп там, не в том случае. Никонечно, да. И еще одна очень важная вещь. Питание. Момент, когда у вас предстоит какое-то застолье, когда вы знаете, что вы будете ну лишковаться. Реально. Загружаться, скажем так. Ну да, и знаете, честно сказать, я не исключение, и бывают такие моменты, и Новый год хочется попробовать, если когда мне говорят, вот тебе везет, ты не хочешь. Правда? Мне не хочется? Это все равно, что говорить, что девушки меньше хотят секса, чем мужчины. Неправда. Это неправда. Это как то, что и есть такая же чушь. Ну и вот по этой вот самой причине нужно знать, как подготовиться, во-первых, к моменту, когда вы будете праздновать. Как ты готовишься? Как готовлюсь я? Ну, во-первых, моим постоянным атрибутом и первым делом, что я делаю, это каждое утро, когда я стою, это пью вышистый свежий лимон. Лимон и комнатную температуру простую воду. Смешиваешь? Да, я мешаю. Пропорции, знаете, там надо привыкнуть немножко. Если вы никогда этого не делали, может быть начните с чайной ложечки сока и стакана воды, да? Но не каждый день же? Я делаю каждый день. И на кислотности твоей это не сказано? Нет, лимон. Люди боятся чаще все цеплено, гастриты. Это вопрос, который меня спрашивают все, потому что все свои клиенты... Да? И мне тоже задают этот вопрос, хочу, чтобы ты объяснила девчонкам, чтобы... Конечно, если у вас нет болезни этой, да? Ну, во-первых, прежде чем начинать любые перемены в своей жизни, если вы знаете, у вас какие-то проблемы с здоровьем, вы должны проконсультироваться у своего врача-лечащего. Если вы знаете, что у вас гормональные проблемы, идите к эндокринологу, он вам подскажет, скажет, что и как. Если таких существенных проблем у вас нет, и главная ваша проблема – это лень, то вам сюда. Всем без исключения, своим клиентам и своим домочадцам. Уже давным-давно я внушила очень важную вещь – сок лимона и воду с утра. Почему это хорошо? Во-первых, вот, да, сейчас как его. Это кислота, но лимонный сок при попадании в желудок и в кишечник становится щелочным. Не кислотным, а щелочным. Он меняет свои свойства, и тем самым он балансирует кислотно-щелочной баланс. Это номер один, конечно, вещь. Вторая вещь очень важная – вот как вы встаете, идете, чистите зубы, вам нужно прочистить и начать свое, что называется… Запустить. Да, запустить процессы пищеварения и выделения сока. И после того, как вы уже пойдете потом кушать, минут через тридцать, у вас уже выделится сок желудочный, и вы сможете переварить пищу правильно. Еще один момент как раз, извини, что перебью, просто в тему, потом можно не вернуться к этому. О том, что нужно запустить организм. Многие спрашивают, что значит запустить организм. А это к вопросу к тому, что люди говорят, а как же не кушать на ночь, как же без медленных белков. Друзья, если ваш тренер вам говорит, что вам нужно кушать на ночь, тренер просто дебил. Потому что сейчас любой человек, близок к спорту или нет, знает, что когда мы засыпаем, наш организм переходит на совершенно другой режим питания. Он не берет уже из того, что вы там съели. А вот если вы поели как раз таки, вы нарушаете выброс ночных гормонов, в частности, самотропного гормона роста, всем вам известного. И вы не будете получать ни достаточного восстановления, ни набора мышечной массы. Но что важно для девчонок и для тех, кто хочет худеть, вы никогда не похудеете. Поэтому никогда не ешьте за два часа до сна. И запомните, чем старше вы, тем этот промежуток временной должен быть дольше. И самое важное, да, действительно, если вы боитесь даже пить эту воду с лимоном, но чистую воду вы обязаны убить. Да, идите чистую. Стакан 2. Вы, как говорит Элла, запустите. Во-первых, ваш организм начнет работать, вы захотите сходить в туалет. Да. Это нормально. Потом вы сможете нормально сделать вакуум, а его можно делать только на пустой желудок. И все-таки, если даже вы боитесь, начните делать, пить лимон один-два раза в неделю. Вы просто увидите, посмотрите, есть ли разница. И если вам это понравится, сможете делать это чаще. День, к примеру, пить, день не пить. Все-таки Элла подготовленный человек. Я тоже делаю так, но скажу откровенно, я два-три раза всего добавляю в лимон. Где-то на психологическом уровне я тоже даюсь, ты знаешь, один раз водички, один раз нет. И вот следующий вопрос для тебя, Элла. А воду какую ты пьешь? Пьешь ты ее кипяченую? Пьешь ли ты ее заранее, к примеру, замороженную, развороженную? Очень много вопросов. Я, когда 30 лет назад занимался восточными единодорствами, у нас был восточный учитель, который говорил нам следующее. Нужно налить воду в морозине, разморозить ее. И когда ты проснулся, 26 раз перелить ее из стакана в стакан. Да, я читала об этом. Выпиваешь ее и получаешь колоссальный... Лень, конечно, нам это все делать. Но не будем углубляться в такие. Какую воду ты пьешь? Кипяченую или просто обычную кипитровую? Кипяченую воду я не пью, потому что когда-то давно, я прочитала очень-очень давно, что кипяченая вода это мертвая вода. В ней нет ничего. Конечно, понимаете, мы не говорим сейчас о том, что детям мы сейчас кинемся сдавать какую-то там воду, обычно нет. Детям это вообще отдельная история и мы сейчас об этом не говорим. Или у вас какие-то проблемы, понимаете, иммунного характера или что-то такое. Это другое. Если вы достаточно здоровый человек, то я пью воду... У меня есть фильтр дома, на камнях. Я пью воду из фильтра. Я наливаю их под краном. Какой фирмой пусть будет рекламен? Я, честно сказать, не помню. Я даже не буду брать. Если кого интересует, я потом ссылочку сделаю. Не помню, какая фирма. Бывает такая, да? Там камушки, как-то это все там работает. Уголь из камня. Там вот камни именно. И через вот эти вот камни она как-то фильтруется. Я не знаю. Знаете, сейчас могут сказать, что она фильтруется, а на самом деле она может и не фильтруется. Но пока я здоровая и чувствую себя прекрасно. Поэтому я пью такую воду. Очень важно понимать, почему я говорю комнатную температуру воду пить с утра. Потому что... Не холодную. Да, не холодную и не горячую. Можно чуть-чуть тепленькую. Желательно, чтобы вода была все-таки поближе к температуре тела нашего. Тем. Почему? Потому что кишечник у нас реагирует по-разному. А там еще более горячая температура внутри. Да. Реагирует вот так. Если, предположим, вы выпьете лимонный сок с холодной водой, то это будет стимулировать ваш кишечник. Не та реакция будет. Да. Сходить в туалет, скажем, если у вас запоры. Это хорошо. Это вот как работает. Это хорошо. Это хорошо. А если наоборот, то наоборот. То есть, если вы страдаете жидким стулом, скажем так, то вам нужно пить более, да, немножко более теплую воду и это будет закреплять, скажем так. То есть, разобрать. Первым делом, что я делаю, когда я готовлюсь, я пью лимонный сок с водой с утра. Но ты это делаешь, мы как поняли, даже когда не готовишься. Я это делаю многие годы. Я просто считаю, что это вот заряжает с утра и проходит вот все вот эти вот моменты, нюансы. И особенно заряжает мой организм и мой желудочно-мышечный крах на работу. Подтверждаю это на тысячу процентов. Попробуйте, если вы этого не делаете. Вы уже буквально через пару дней ощутите разницу. Начните просто с воды. Это будет и то замечательно. Не бегите сразу, не делайте себе крепчайших кофе. Вы убиваете все, если вы делаете. И это не хорошо для всех? Это не хорошо. Потом я иду, занимаюсь своими делами, навожу свою красоту и минут приблизительно через 25-30 я обязательно в порядке буду кушать. Самое важное, помните, потому что я даже делала здесь недавно небольшой такой прямой эфирчик у тебя. И я говорила, что мне стоит этот вопрос. Как вы готовитесь к празднику? Большущая ошибка, скажу, правда, больше, наверное, чем половина людей. Мы погоним в эти дни. Мы бегаем, мы торопимся, мы что-то там где-то покупаем. Мы забываем о себе. Мы забываем о том, что в эти дни больше, чем когда-либо нужно кушать чаще, но меньше. О режиме забывают. О режиме забывают. Да. Люди забывают напрочь. А это те дни, которые потом, почему так много болеющих после празднования Нового года, снова марта. Получаем токсические отравления. Токсические отравления, переедания, вкупе с алкоголем, это просто смертельно. А сколько сердечных заболеваний, сколько людей умирают от инфарктов, инсультов после этого. Поэтому, пожалуйста, берегите себя и кушайте. Не делайте так, что с утра вы помчались, потом вы примчались вечером, у вас огромный ужин. Вы нажрались, легли с этим спать, а еще до этого вы еще залили это все порядочным количеством. То есть ты предвосхитила наш следующий вопрос. Да. Как поступает абсолютное большинство. Если я сегодня вечером собирались нажраться, то в течение дня я голодаю. Это неправильно. Да, это не то, что неправильно. Это просто вот вообще наоборот. Наоборот, даже отрицательно скажется. Это очень отрицательно скажется на вашем здоровье. Лучше есть, ну, по чуть-чуть. Маленькими порциями, во-первых, что это достоинно. Если вы будете кушать в течение дня маленькими порциями, то подойдя к этому знаменательному событию, празднованию праздника, вам уже не захочется, извиняюсь за заражение, рубать все подряд. Кинуться на стол. Потому что вы будете сыты. Еще важная вещь. Перед каждым, это молитвичное мнение такое, на моем опыте. Перед каждым приемом пищи минут за 15 до 20 я выпиваю стакан воды. Это тоже очень важно. Не с едой. Как многие у нас едят и запивают пищу. Это очень важно. А перец минут за 15 до 20 до приема пищи я выпиваю стакан воды. Простой воды. Это позволит вам не только, как говорится, запустить организм уже запущенный, если это в течение дня. Но это позволит вам не переедать. Это полезно всегда. Ну да. Заметьте, что вот эти советы, которые дает Элла, это не только перед праздниками живота. Друзья, это советы вам, золотые рекомендации на все дни. Если вы переедаете, вода это то, что позволит вам регулировать. И как говорят сейчас психологи современные, что мы часто путаем голод с жаждой. Да. Выпейте стаканчик воды. Может быть, вы еще есть-то не хотите. Обязательно. И еще очень важная вещь вот какая-нибудь. Вот он настал, да? Праздник. Все штали. Оливье. Ура. Не важно. Пусть там будет оливье, пусть там будет под шубой, пусть там будет все, что угодно. Помните. Вот вы сели за стол. Сделайте из этого праздника. Не обжирало. Положите себе по чуть-чуть. Здесь я уже даже не говорю о том, потому что это не будет работать. И Новый год это уже проверено. Положите себе по чуть-чуть. Не будьте жадными сами для себя. Это про меня вообще. Вот по чуть-чуть положите себе. Распробуйте. Я всегда говорю хорошо. Пусть там были. Пусть там были. Пусть там были. Пусть там были. Хотя я вам сейчас скажу один большой-большой секрет. В прошлом году первый раз я была у очень своих близких людей на Новом году. в России. И я, поскольку я не делала ничего с майонезом уже, наверное, лет 20, так, я вызвалась приготовить тот же самый оливье, тот же самый под шубой салат. Только я им не говорила, но я не использовала маринез, я использовала греческий йогурт. Обалдели. Двух процентов. Я скажу вам, что никто не заметил разницу. Не заметили? Нет. Не потому что были? Нет. Никто не пил. Да. Они не выпивают. Ну, может быть, по бокалу вина они выпили. Не заметили разницу, потому что знаете почему? В эти моменты, особенно когда встреча Нового года, мы все на эмоциях. Мы все ждем какого-то радостного события. Я помню. Огромное. Вот. И когда вы кушаете, садитесь за стол, то кушаете, старайтесь кушать медленно. Не проглатывайте пищу. Потому что, во-первых, конечно, уже то, что мы будем есть в эту ночь, не совсем здоровая пища, но хотя бы дайте своему кишечнику и желудку возможность переварить как можно больше тем, что вы будете прожевывать тщательно эту пищу. Не торопитесь и не запивайте. Дайте немножко пройти времени. 5 минут. Даже 5 минут. В нормальном времени может быть 15 минут, но в это время, окей, 5 минут. Посидите, отдохните, дайте опуститься пищи, продолжайте опять. Вот таким образом. Это очень-очень важно, потому что скажу по своему голодному детству, я сейчас, конечно, я с этим борюсь, но особенно если что-то очень вкусное, экзотическое, мне хочется, как утка, не пережевывая, побольше этого накидать в себя, потому что, блин, сожрут другие. Но не забывайте, что чем тщательнее мы пережевываем пищу, тем больше ферментов получаем уже на начальном этапе и вам легче будет это все переваривать. Ну ладно, друзья, всем пока, но не отключайтесь, сейчас мы будем делать очередное видео для вас, оно будет очень интересное. и скажу, что мы уже договорились с Элой. Для Аллы это, может быть, будет сюрприз. Сейчас мы будем говорить о вас, девчонки, о женском тренинге, о женском питании, вообще о женском подходе к спортивному образу жизни через призму менструального цикла. Уже очень много об этом говорится, известно, и, кстати, это накладывается на то, чему я вас всегда учу, не знаю, как Элла Шаста уже меня поддержит или нет, о периодизации. Как грамотно подбирать периодизацию, основанность на четырех фазах менструального цикла. Не отключайтесь, скоро увидимся. Еще, кстати, еще одна хорошая новость. Я буду держать свой телефончик и я смогу читать ваши вопросы, поэтому у нас будет возможность не только задавать вопросы. Но они тебя не услышат, если ты будешь так медленно говорить, продолжать. Ну ладно, все сейчас смотрим канал Внутри Ка-Боди, потому что, скорее всего, прямой эфир мы будем пускать там. Не отключайтесь. Друзья, не пропустите, я уже выпустил ролики и статьи с нормативами, с тестами, когда переходить с уровня новичка среднячка на продвинутый уровень и начинать тренироваться по принципу периодизации. Отдельно статьи и видео для парней, отдельно статья и видео для девушек. Обязательно изучите их, проверьте свои знания, проверьте свои силы. Чтобы каждый ваш шаг был на ступеньку выше. Чтобы вы не скатывались назад, не топтались на месте, только развивались, только двигались вперед, сохраняя и улучшая при этом свое физическое здоровье. Вступая в мою закрытую группу профессиональных тренировок, на каждую новую неделю я выкладываю тренинг, как раз таки рассчитанный на циклирование, периодизацию, на все типы мышечных волокон. И тебе не нужно тратить время, просто заходишь в начале недели, открываешь график и на следующую неделю у тебя полностью целиком расписан тренинг, тренировки по дням, по упражнениям, по количеству подходов, повторений и все, что с этим связано. Заплатить за группу нужно, за вступление в группу. Но ты платишь всего один раз. В группе нас уже 140 человек, нет ни одного недовольного. Так что делай свой выбор. Если есть время и желание развиваться, изучать все это, то все есть на моем сайте. Если нет, то просто вступай в мою закрытую группу. Увидимся, друзья, как всегда, в тренажерном зале. Не забывайте поделиться данным роликом со своими друзьями. Всем пока, сухой мышечной массой и силой без травм. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok